есть такое выражение до оздоравливался я сам с ним столкнулся тогда когда голодал 18 суток зимой в лютый такой мороз я еще обливался холодной водой все вот это думаю я так вот это я тут силен иду по пути духовного и физического совершенства аж шкура у меня чесалась после этих обливаний настолько был превозбужден ветер и после я начал выходить на апельсинах сладенько приятненько и буквально таки на третий день выхода у меня слезла эмаль зубов и вот тут-то возникла вот эта фраза до оздоравливался вот это говорит о том что значит оздоровление было неправильным жизненный опыт накапливается на таких ошибках это одно второе до оздоравливался это понимать следует что если вы то есть другая сторона этого процесса используете какие-то оздоровительные средства особенно люди с хроническими заболеваниями или скрытыми заболеваниями которые еще у вас не проявились но не уже у вас есть естественно тоже противопаразитарная очистка сразу же начнет определять где что у вас имеется то есть вот человек прибывает в такой паре более-менее комфортно для него и тут он начинает чистится от паразитов применяет эту тройчатку там это у него тут заболела тут там заболела то еще что-то там произошло что это там такое вот или чистку печени вот и пошли какие-то ухудшения и он думает вот все было нормально моя послушался кого-то там начитался в интернете вот давай вроде должно быть хорошо пишут нет вот эту сторону очистительного процесса очистительного оздоровительного в основном и молчают а это так называемые кризисы очистительные оздоровительные даже есть нравственные кризисы это естественная составляющая оздоровительного процесса то есть болезнь дает как знаете вот взять консервную банку и такая раз это я приплюснула и она так деформирована осталось ну да нормально а потом когда начинается обратный процесс она только выпрямляется так щелк появляется вот этот щелчок так нечто и в организме энергии нету все в понизилась работает так ага начинает повышаться энергетика начинают выделяться шлаки начинают нормализоваться там какие-то жизненные потоки которые были вялые вот это все проявляется через какие-то там боли недомогание даже подъем температуры это нормальная вещь но она должна пройти быстро то есть вот здесь важно отличать что это действительно ли ухудшение от применения каких-то средств там народной естественной медицины кстати как и от обычной медицины либо же это временное ухудшение связаны со оздоровительным процессом который называется кризис вот поэтому поэтому и отсюда же возникает такое понятие как о до оздоравливался вот это вот важно понимать не бояться потому что человек только столкнулся и все и бросил о там допустим начал голодать голова закружилась силы упали оставили о я все это дело это голод не для меня наоборот как раз голод начал все это дело выковыривать из организма и вот это вся выковырнутая вещь вот так вот отразилась на здоровье она пройдет все будет дальше улучшение вот поэтому эти вещи надо понимать я их хорошенько разобрал в своей книге прочищение организма и это же понятие с медицине кризис и называется на и использовать этот процесс для своего оздоровления то есть разбираться чтобы потом не говорили вот я до оздоравливался то есть застрял на каком-то этапе которую надо пройти то есть это хочу как человек должен пройти перевал горный вот он полез ему тяжело 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 вот вот вернусь к я назад все и он не прошел этот перевал так и остался а когда вы пройдете спускаться будет легче вот знаете такую особенность нашего организма здоровья и этого процесса оздоровительно важно еще такую вещь понимать любая болезнь входит в организм через какое-то обострение раз она вошла то есть обострение так это организм начинает с ней бороться то есть вот первый вход там допустим простуда ли еще какое-то заболевание поднимается температура все ранее борется и вот либо он ее выбрасывает назад либо же она закрепляется а как-то температура будет более-менее нормализуется потом может быть знать непонятно чё там повышаться как бы сказать такая называется субфибрильная температура то повысилась то нету еще что-нибудь такое то есть вяло течет это заболевание и потихонечку тлеет тлеет через какие-то обострения на там проявляется потом опять вроде бы как затихает по тем не менее на постоянно прогрессирует потихонечку захватывая организм и вот когда начинается оздоровление очищение лечение то все эти естественные мероприятия действуют на нее так чтобы выгнать вон из организма и тут то начинается вот эта борьба опять поднимается температура то человек потеет сопли льются крутит ломит тело вот вот такой вот идет процесс борьбы с болезней и важно ее выбросить из себя если это не происходит то есть ну так уж скажем чтобы понятно было недолечили недочищали или еще что-то там такого посчитали что все же нормально то она остается остается в организме и опять потихонечку начинает свое разрушительное действие то есть и там через год через два через три через пять лет это особенно в онкологии видно человек сталкивается перед той же самой проблемой а уже чтобы с ней побороться уже сил нету чтобы вы чтобы вы понимали значение слова до оздоравливался что происходит в организме и как вести процесс далее вот сейчас очищу свой организм использую травы которые назвал пентагоном ты что его заметил когда идет какая-то работа она так или иначе показывает что именно происходит то там допустим могут боли быть то слизь выходит то может даже температурка поднимется потом опустится то там пресечки по коже пойдут в том месте где вот идет эта оздоровительная работа где имелся очаг вот этот болезнетворный очаг то есть где была изменена микрофлора возможно там грибница или еще что то то есть там начнутся вот такие вот какие-то на кожи изменения и внутри естественно там выделение смотрите там мочу стул покроты что с вас там выходит то есть этим всем делом надо интересоваться а если этим не интересоваться так сдали раз анализа не там посмотрели то толку особо не будет все должно идти в динамике вот вы делаете и наблюдаете за собой будьте сами себе докторами благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте малахо про доброго здоровьица и до новых встреч